Много ли тех, кто не попал в школу по месту жительства в первую волну зачислений? В этом году, согласно прогнозным данным, мы прогнозируем 10,5 тысяч первоклассников. В первую волну зачислены у нас 8 тысяч с половиной первоклассников. Да, к сожалению, есть те, которые в первую волну не смогли попасть в школу по месту прописки. Порядка 3% таких детей у нас в основном это школы индустриального района, микрорайонного строек. Дополнительных мест создать в новых школах микрорайона, индустриального района возможности нет. Действительно, на сегодняшний день все возможные кабинеты, а в новых школах у нас предусмотрены были кабинеты для продленки, кабинеты для спален, тоже для продленки. Они перепрофилированы под учебные кабинеты. Почему такая ситуация возникла, что дети не смогли попасть по месту жительства? Потому что процентов 60 в каждой из школ индустриального района, именно на микрорайонах новостроек, у нас зачислены дети, так называемые льготники. То есть это имеющие первоочередное право для зачисления и преимущественное право, это братья и сестры. И поэтому для тех, кто проживает в этом микрорайоне, к сожалению, мест не хватило. Школа индустриального района это проблема уже многих последних лет, то есть проблема из года в год переходящая. Но она как-то решается, может быть дополнительные места вы создаете? Конечно, данной проблеме, естественно, уделяется большое внимание. У нас есть много школ, где в этом году, за 5 лет вообще, создали порядка 3,5 тысяч дополнительных мест за счет бюджета города. Этот год тоже не стал исключением, и в этом году, и в основном это в школах индустриального района, более 360 мест также создано дополнительно за счет бюджета города. Кроме этого, у нас запланировано именно в индустриальном районе порядка 10 школ к строительству. Эти объекты уже на сегодняшний день, часть объектов получили положительное заключение, и к строительству вот-вот начнется. Часть объектов еще только вынесены для получения заключения, и школа в спутнике в настоящее время возводится. То есть этот объект мы ждем к открытию в следующем году, в 2023. 360 дополнительных мест. Это классы новые или это, скажем, расширение классов, которые вы предусматривали, быть может, по плану? Нет, это именно создание новых мест, новых классов. То есть за счет перепрофилирования каких-то кабинетов. Это, возможно, учительские в каких-то школах, возможно, какие-то другие помещения, которые были задействованы, возможно, это были какие-то для внеурочной занятости какие-то помещения. Конечно, в приоритете все-таки учебный процесс, учебное образование, поэтому эти классы были перепрофилированы именно под учебные кабинеты. Те дети, которые, возможно, не попадут во вторую волну зачислений, как быть их родителям? Вот если они желают, чтобы ребенок ходил в школу именно по месту жительства? То, что касается мест, именно даже в индустриальном районе на сегодняшний день более 800. Поэтому все дети, которые у нас нуждаются в школах города Барнаула, а вообще по городу Барнаулу, более 2000 мест свободных на сегодняшний день. Все дети, которые нуждаются именно для поступления в первый класс, они будут обеспечены местами в школах. Во-первых, можно посмотреть на сайте. На сайте образовательных организаций ежедневно у нас обновляется информация о количестве свободных мест. При наличии свободного места можно обращаться непосредственно в ту школу, которую вы нашли для себя более подходящей. Если нет возможности это сделать, значит, соответственно, вы можете обратиться в комитет по образованию. Либо по телефону горячей линии. Все телефоны горячей линии у нас выложены на сайте комитета по образованию. Либо непосредственно в дни приема подойти в комитет по образованию и непосредственно вас направят в ту школу, в которой есть свободные места. В последующие годы есть возможность перевестись родителям детей, точнее ребенку, в школу, которая все-таки ближе всего к дому? Конечно, такая возможность есть. И из практики у нас есть эти дети, которые переводятся в течение учебного года, либо по окончанию первого класса обучения в той или иной школе. Они переводятся в школу по месту жительства, потому что движение происходит постоянно. То есть дети переезжают, уезжают, приезжают. То есть это все возможно. А что для этого нужно делать? Для этого нужно будет подать на перевод заявление в ту школу, в которую вы желаете. Если даже получили отказ, повторно подать на перевод. То есть до того момента, пока вы не сможете непосредственно перевестись в эту школу. Поговорим о тех, кто как раз отказался от школы по месту жительства. Много ли таких? Да, есть такие, которые действительно отказались зачисляться по месту жительства, поступать в школу. Таких на 6 число, на первый день именно второй волны оказалось порядка тысячи человек. В ежедневном режиме мы ведем такой мониторинг, статистику анализируем. Такие заявления поступают. Поэтому эти дети будут зачислены в те школы, в которые они пожелали, не по месту жительства. То есть на сегодняшний день напряжения именно у тех детей не возникает. До какого времени, в принципе, можно подать заявление на зачисление первоклассников в школу? У нас приемная кампания будет длиться до 5 сентября. Поэтому до 5 сентября можно подать заявление на зачисление в школу. Но тянуть с этим не нужно. И в мере возможности, конечно, сейчас, в первые дни второй волны, нужно зачислиться в школу. Подать заявление и получить уведомление о том, что вы зачислены в школу. Когда у нас напряжение с зачислением первоклассников, на ваш взгляд, снизится в индустриальном районе? Первое напряжение, наверное, снизится, когда сдадут школу в поселке Спутник. Потому что именно в новостройках, в 121-м лицее, у нас обучается порядка 300 детей в начальной школе, в том числе и первоклассников. Которые освободят место для тех, которые проживают именно на взлетной, на проспекте энергетиков. Конечно, следующие школы запроектированы, я уже сказала. То есть в течение 5 лет объекты будут строиться. И первая из них планируется в 2024 году. То есть через 5 лет вопрос должен быть снят полностью. И школьники, проживающие в индустриальном районе, будут учиться по месту жительства.